В этом году на тренировочные сборы «Вершину Тёи» впервые приедет вся сборная России, включая основной состав. Восемь олимпийских чемпионов будут готовиться к мировым первенствам. В центре спортивной подготовки практически все готово к приему спортсменов. Осталось дождаться настоящего снега. Елена Крылова с подробностями. На лыжне картина абсолютно не зимняя. Плюс 10 на термометре, зеленая трава и солнце. А вот так эта местность выглядит на следующий день с камер видеонаблюдения. В этом и ценность «Вершины Тёи». Снегом ее засыпает стремительно. Лыжню успевают проложить буквально за сутки. Плюс высокогорный воздух – лучшие условия для тренировок. В этом году приедет вся сборная России по лыжным гонкам во всех возрастных категориях. На данных тренировочных мероприятиях будут 8 олимпийских чемпионов настоящего года. Мы планируем с ними проводить и мастер-классы. В этом году в «Вершине Тёи» ожидается около тысячи лыжников. В спортивной гостинице «Кедр» сейчас еще пусто, все номера готовы. Первая группа прилетит 7 ноября. Здесь занималась и советская сборная еще полвека назад. На этих кадрах начало 70-х. Тренируются золотые медалисты на этой же лыжне и сегодня. Но условия здесь уже совсем другие. Здание гостиницы, спортивный зал, футбольное поле, модуль бокса для предстартовой подготовки и многофункциональное здание. Современные спортивные нормы требуют современных решений. Здесь у вас для дубингового контроля? Да, здесь будет пункт у нас находится. Физически будут приниматься отборы проб. Официально все будет. В холодильнике находиться. Под камерами, да, все происходит? Да, это так. Здесь будут работать комментаторы и судьи международного класса. Требования к быту спортсменов прописаны так же четко, как правило гонок. В пищевых блоках все готово к организации питания. В составе центра обязательно баня и термомассажный комплекс. Отдых для чемпионов не менее важен, чем тренировки. Мы не можем постоянно бегать, постоянно напрягать одну и ту же группу мышц. Их надо как-то расслаблять поездку. Они всегда приезжают к нам с врачами, врачами-массажистами на те группы мышц, действия направлены на которые у нас страдают больше всего. 8 ноября в Хакасию прилетает Елена Вяльбе, лучшая лыжница 20 века. Сколько эмоций, сколько репрессий, сколько стресса. Президент Федерации лыжных гонок России лично контролирует работу центра. Вообще в вершине Тёи сегодня проводят тренировки команды по 23 видам спорта. Лыжники будут тренироваться здесь месяц. Дальше первенство Кубок России и Кубок Хакасии. На соревнования вершина Тёи приглашает болельщиков и туристов на отдых. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.